МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я сейчас немножко поднаторила, 9 месяцев я чиновникам. Боже, упаси, вляпалась в эту власть. И вот теперь я понимаю, что вы абсолютно идете не тем путем. Вы говорите, есть указ. Да. В этом году юбилей Куркмаса. Значит, в знаменательных датах должно быть определено юбилей Куркмаса. В связи с этим должен быть организован оргкомитет. Я правильно говорю? Да. Вот этот оргкомитет. Вы говорите о том, что есть указ о установлении памяти. Вы говорите о том, что есть поручение кому-то из заместителей председателя правительства. Понимаете? Вот сейчас я говорю, как чиновник. Зам, который получил резолюцию главы с поручением, но не может он ее не исполнить. Вот на сегодняшний день надо поднять этот документ, посмотреть, кому это адресовано, вытащить. И просто нужно сделать, как сейчас принято, можно говорить, дорожную карту. Поэтапно. Начиная с этого указа, сделать, в связи с этим поручением встретиться с этим зампредом и сказать, вот кто будет сейчас организовывать оргкомитет, правительство. Вот в этот оргкомитет наиболее активных наших людей, они уже дальше отслеживают установление памятника, решение вопроса, какую часть этих средств выделить может правительство. Да, мы понимаем, что все то, что, всю сумму выделить не могут, но какую-то часть государства определится, что они выделят. И потом, если вы уже, когда оргкомитет будет сидеть и объяснять, тому же заместителю председателя правительства, которому порочено, сказать, что уже часть средств нами мы собрали, что начальный этап мы уже прошли, ему уже будет легче дальше решать этот вопрос. Я думаю, так. Точно. Но без оргкомитета, мы сейчас ничего не знаем, а оргкомитет на основании знаменательной даты... Есть специальный календар знаменательных дат, обычно вы им выпускали этот календар знаменательных дат. Ну, пойдете ли завтра, правозанка Джамурады. Он скажет, ребята, вам же нечем заниматься, что ли? Подготовиться, да. Я же вам указ издал, я дал поручение за пред. Теперь идите работайте. Понимаете? Я думаю, так. Да, хорошо.